2022 год он будет более заурядны чем предыдущие два года штыри затмение стандартно год благоприятные для того чтобы вкладываться в искусство в творчество знаки телец и козерог будут чувствовать на себе благоприятные возможности этого года навряд ли какие-то сферы будут особенно неудачны для финансовых дел вообще в целом год будет достаточно благополучно мы все-таки будем уже развиваться несколько на ином уровне уже будет несколько иной уровень понимания взаимодействия людей друг с другом 2022 год можно сказать не очень будет яркий по каким-то там острым и сложным ситуациям наоборот я бы сказал он будет более заурядны чем предыдущие два года или затмение стандартно без каких-либо очень серьезных потрясений наоборот скорее период который завершает очень многие процессы до дает возможность людям получить результаты от их деятельности и выводит людей на некий другой уровень понимания жизни год благоприятные для того чтобы вкладываться в искусство в творчество да потому что будет соединение юпитер с нептуном это очень такой благоприятный аспект для тех кто занимается различными духовными направлениями творческими направлениями потому что позволяет людям получать результаты своей работы достаточно быстро вот хороший потому что дает больше возможности людям для развития ну те кто действительно к этому будет стремиться те кто будут двигаться вперед развиваться естественно получит хорошие результаты вторая половина года юпитер будет находиться в знаке овены это уже начало каких-то ярких дел проектов начало осуществления каких-то собственных интересов и планов и в целом время будет благоприятствовать уже началу можно сказать выхода из кризиса началу благоприятных возможностей очень многих областях жизни особенно вторая половина этого года навряд ли какие-то сферы будут особенно неудачными почему юпитер в знаке рыб находится в своей собственной обители соответственно он благоприятствует в целом на развитию в жизни получению результатов то есть где-то будет меньше где-то больше но в целом время действительно будет получше чем предыдущие пару лет это правда сначала у нас на водные такой приют когда действительно для водных знаков это время будет более благоприятно да и в принципе и земных знаков знаки телец и козерог будут чувствовать на себе благоприятные возможности этого года а вторая половина года это уже как раз таки огненные знаки это и овен и лев и стрелец будут очень хорошо себя чувствовать с большими возможностями с перспективами на развитие то есть в целом это действительно для них будет хороший период для финансовых дел вообще в целом год будет достаточно благополучный просто разные периоды будут можно сказать играть для разных знаков вот а вот для начала дел как раз таки время будет более благоприятным наверное вот примерно с июня 2022 года я могу сказать что она точно пойдет на спад почему потому что как раз таки хорошие аспекты юпитера и достаточно благополучные аспекты сатурна они потихонечку будут приводить человечество в обычное русло но скорее всего мы все-таки будем уже развиваться несколько на ином уровне уже будет несколько иной уровень понимания взаимодействия людей друг с другом то есть мы пришли к тому что нам надо с одной стороны как-то быть ближе друг другу с другой стороны не забывать и о тех сложностях которые приносят подобные ситуации поэтому до время которое будет наверное убирать обломки 20 и 21 года ну во первых я пожелаю как-то быть более активными это правда время несмотря на какие-то сложности будет хорошим для того чтобы развивать себя для того чтобы быть ближе к своим близким для того чтобы объединяться как раз таки для того чтобы может быть вести какие-то интересные проекты творческим людям желаю успехов и советую как можно больше в этом году уделять внимание своей деятельности своей работе пусть будет все благополучно год хороший для того чтобы двигаться вперед для того чтобы наверное любить себя любить близких да и дарить людям тепло и радость